Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями. Вторника вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Земляки за полярным кругом. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с членами мурманской культурной автономии Чувашский край. Страховой случай. Вкладчики Ангорбанка получают выплаты. Время, стиль, образ. Жители Ульяновской области знакомятся с работами скульптора Владимира Нагорного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городу и уроженцы республики. И хотя многие из них переехали в Мурманскую область более 10 лет назад, связь с малой родиной никто не теряет. Для земляков, проживающих за полярным кругом, они проводят национальные праздники и фестивали. Песни поем, чувашский язык не забываем. Мы Масленицу встречаем, День Солнца у нас бывает, Тройца бывает, да. Что еще мы? Ну, все праздники мы здесь отмечаем. Солисты ансамбля за полярным кругом завоевали большую популярность. Они гастролируют с концертами по всей области и не раз выступали для экипажей военных кораблей. Говорят, что чувашские песни никого не оставляют равнодушными. Чувашские танцы у нас очень красивые, душевные. Нас чуваши увидят здесь, русские наши, в Мурманской области, в Мурманчане. Сразу наш костюм их сманивает, спрашивает, откуда вы. Мы тоже хотим с вами вместе петь песни. Культурная автономия Чувашский край была образована более 20 лет назад. Для того, чтобы встречаться с земляками, в столице региона открыли гостевой дом. Работая и живя здесь, мы всегда общаемся с нашими земляками. Как ни странно, мы их находим. Но и потом начинаем дружить, уже не расстаемся. Поэтому вот как-то так получилось, что чем дольше здесь проживешь, тем дольше друзей. У меня была такая возможность организовать такой маленький деревенский клуб. И люди, которые, ну, независимо от того, выходцы из Чувашии, друзья мои, товарищи, приходят сюда как себе домой. Среди уроженцев республики немало военных. Сейчас призывники из Чувашии служат на знаменитых кораблях Петр Великий, адмирал Кузнецов и подводных лодках. Анатолий Абросимов – старший мичман в отставке. В Мурманской области он живет более 20 лет. На малую родину удается приезжать только в отпуск. Поэтому старается чаще встречаться с земляками за полярным кругом. Вот с Чувашами, вот подполковник МЧС, всегда встретились тоже в полярном случайно, познакомились. Всегда приятно с земляками встречаться. В правительстве Мурманской области говорят, что Чувашская автономия в регионе пользуется большим авторитетом. Сейчас здесь проживают более 4 тысяч уроженцев республики. Они работают, поднимают там социальное самочувствие на разных праздничных мероприятиях. Мы на самом деле ценим тоже наши традиции, культуру, язык, потому что наша марно-национальная Россия в этом, наверное, и сильна. Поэтому искренние слова благодарности от народа Чувашии, от чувашского народа за то, что на самом деле они комфортно здесь живут. Такие организации, как ваш Чувашский край, они, конечно, нам способствуют. Да, поэтому будем дальше с ними продолжать сотрудничать. Подарок землякам привезли и творческие коллективы республики. Мурманске они дали большой концерт. В этот день в зале областной филармонии негде было и яблоко упасть. Более подробно о визите делегации Чувашии в Мурманскую область мы расскажем в специальном репортаже «За полярным кругом». Он выйдет в эфир в эту субботу в 17 часов 30 минут. Высшая школа Организации управления здравоохранением составила индекс эффективности системы здравоохранения всех субъектов Российской Федерации. Среди лидеров Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Кировской области и Чувашия. Ронжирование происходило на основе четырех показателей. Главный показатель – ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Анализировались валовый региональный продукт, возможность населения платить за медуслуги из своего кармана, госрасходы на здравоохранение, а также уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения. Ширкистринское сельское поселение Урмарского района объединяет четыре населенных пункта. Здесь проживает более полутора тысяч человек. Все они ратуют за развитие малой родины, активно участвуют во многих общественных инициативах. При этом в первых рядах всегда старосты и представители местного самоуправления. От слова к деву. Такого принципа придерживается глава Ширкистринского сельского поселения. Личный пример и поддержка селян позволяют добиваться нужного результата. В этом он абсолютно уверен. Благодаря основному активному участию граждан в сельском поселении построены офис врача общей практики, также пожарный депо, начато строительство сельского дома культуры и ведется строительная работа на автодороге по улицам Васильева и Чакинска в селе Ширкистре. Пожарный пост села Ширкистры – один из старейших в Чувашии. Его история насчитывает 88 лет. Самые интересные страницы отражены на стендах Школьного боевого музея. О профессионализме местных пожарных ходят уже легенды. К месту вызыва они чаще всего прибывают раньше основных сил района. 8 лет назад здесь всем миром построили новое пожарное депо. Все жители выходили, старались. Кто-то пирожки пек, значит кто-то кашу варил, кто-то суп варил. Вот так и работали. Буквально за несколько дней здание подняли. Безвозмездно работают ребята. Вот это очень показывает такой факт человеческий, что это большое доверие главе сельского поселения. В честь пожарных в селе установлен памятник. Кстати, плитку у его подножия Олег Иванов изготовил своими руками. В ближайшую перспективе в Шаркистрах запланировано открытие Дома культуры на 150 мест стоимостью 27 миллионов рублей. Вот этот объект строится по программе устойчивого развития территории сельских населенных пунктов. По федеральной программе проходит 65% федерального бюджета финансируется, 30% из республики и 5% соответственно должны выдержаться финансирование сельского поселения. Жители сельского поселения активно поддержали указ главы Чувашии об инициативном бюджетировании. Уже начат сбор средств на софинансирование работ по обеспечению водоснабжением села Шаркистры. Словом, планы у главы сельского поселения грандиозные. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Еще в начале этого месяца Центробанк России отозвал лицензию Казанского Анкурбанка. В связи с этим кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Обязательство по выплате денег обманутым вкладчикам взял на себя Росгострахбанк. Причиной отзыва лицензии стало размещение денежных средств, низкокачественные активы и отсутствие на случай рисков резервов. В конечном итоге банк задолжал своим клиентам более 5 миллиардов рублей. Виктор Иванович хорошо запомнил тот день, когда ему позвонили из банка и сообщили о том, что кредитная организация прекращает свое существование. Эта новость была как гром среди ясного неба, вспоминает вкладчик. Мы привезли добровольно эти свои средства, как пенсионные собирают, вложили в банк. Регулярно получали мы проценты, довольны, очень обходительно с нами обходились. И вдруг непонятно, вот через три года, наверное, как это все было, объявляют. Виктор Иванович, явитесь сюда, неприятные вещи. У меня этого компьютера нету. Я пришел к ним, они мне объяснили, что вот такая ситуация. Ну, у меня, конечно, были растерянности. К счастью для обманутых вкладчиков, отзыв банковской лицензии является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом. Все вкладчики Анкорбанка получат страховое возмещение в офисах Росгострахбанка. Эта кредитная организация на основе конкурса стала уполномоченным агентом по выплате компенсаций обманутым вкладчикам. В Чувашии действует 7 отделений Росгострахбанка, где осуществляется выдача средств пострадавшим. На территории Чувашской республики таких вкладчиков, которым положена компенсация, это 1024 человека. И общий объем компенсации порядка 420 миллионов рублей. С 17-го числа официально появилась возможность получать компенсации вкладчикам на территорию Чувашской республики. И за три дня работы операционного офиса было выплачено уже порядка 150 миллионов рублей. Думаю, что в течение этой недели, ну, может быть, максимум следующей недели, все вклады, все компенсации вкладчикам будут выплачены. Единственная проблема, с которой столкнулись бывшие клиенты Анкора, немалые очереди на выдачу компенсаций. Ситуация вполне объяснима. Вкладчиков сотни отделений выдачи единицы. Работники банка подчеркивают, выплаты возмещения по вкладам будут продолжены вплоть до марта следующего года. Так что вполне можно обойтись без ажиотажа. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Пассажирский флот АО «Чебоксарский речной порт» начнет перевозки с мая. В период навигации пассажиров будут обслуживать теплоходы разного класса. В первых числах мая в Чувашии возобновится речная навигация. Прогулочные рейсы по Чебоксарскому водохранилищу, туры в замок Шереметьево, рейсы к маршруту Чебоксары, Левобережный пляж и Чебоксары-Сосновка-Чебоксары. А вот по маршруту Козловка-Волжск-Козловка Чебоксарский речной порт возить пассажиров не планирует. Об этом сообщается на сайте организации. Около 130 многоквартирных домов в республике перешли со спецсчетов в так называемый «общий котел», сообщает Республиканский фонд капитального ремонта. Теперь собственники помещения обязаны отправлять средства по другим реквизитам. В Чебоксарах таких 103 дома, в Новочебоксарске 16, 7 домов в Валикова, 1 в Кугесях, 2 в Больших Катрасях Чебоксарского района. Причина перехода – низко собираемый средств на капремонт. Впрочем, через год данные дома смогут снова вернуться на спецсчета после проведения ряда процедур. Дороги Чебоксара-Новочебоксарска закрылись для тяжеловесов. Таким образом, чиновники пытаются предотвратить или компенсировать разрушение дорог в весеннее время. До 18 апреля в столицу Чувашии пропускать большегрузные машины будут только по специальным пропускам. В Чебоксарах вводится временное ограничение на передвижение грузовых машин массой свыше 5 тонн. Все, в столице установлены 5 постов весового контроля на выездах из города. Получить пропуска можно в управлении ЖКХ и благоустройство столицы. Транспортные средства, превышающие данные параметры, должны возместить негативное воздействие, оказываемое при движении, значит, приобрести пропуска. Пропуска бывают постоянные на весь период действия палатка и на весь период действия ограничения и разовые на один день. Стоимость пропуска разового от 500 рублей до 11 тысяч, в зависимости от листовых параметров. Стоимость постоянного пропуска от 13 тысяч до 126 тысяч рублей. Искусство ваять. В Ульяновске открылась выставка известного чувашского скульптора, заслуженного художника России Владимира Нагорного. Время, стиль, образ. Экспозиция уже размещалась в стенах Чувашского государственного художественного музея. И теперь с работами мастера знакомятся и жители его малой родины. В его руках камень превращается в произведение искусства. Монумент матери-покровительницы, памятники Петру Хузангаю и Константину Иванову в Чебоксарах. В Ульяновске великому чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. Творчество Владимира Нагорного широко известно и за пределами Чувашии. Очень ценно, что выставка проходит в Ульяновске. Это ведь не только родина скульптора Нагорного. Это, в общем-то, духовная родина чувашского народа. И с Ульяновском у нас очень много связано. Вспомним, что это был центр формирования, образования, что ли, чувашской культуры. Почерк мастера легко узнать. Его произведения отражают культуру народов, их традиции, страницы, истории. Конечно, в этой экспозиции не могли поместиться все работы Владимира Нагорного. Но в фотографиях, также представленных на выставке, прослеживается весь творческий путь. Для начинающих художников Владимир Нагорнов еще и учитель. Я остановилась на скульптуре девушки. Мне оно очень понравилось. Мне именно привлекло лицо. Поскольку сейчас в колледже мы делаем домашний работ в форме портретов, я бы хотела нарисовать ее лицо. Именно по плечи. Потому что меня достаточно привлекают лица такого типажа. И мне понравилось то, что нет точных каких-то уточнений в ее лице. Талант, любовь к своему делу и способность донести до людей какой-то свой. Особенный смысл позволяет Владимиру Нагорнову оставаться одним из самых востребованных скульпторов современности. Как привлечь туристов в регион? На что сделать ставки? И какой опыт можно принять у соседей? Эти другие вопросы обсуждали сегодня специалисты туристической индустрии из Чебоксары и Казани. Людмила Наумова – директор одного из санаториев в Чувашии. Все нюансы и проблемы она знает изнутри. На данный момент, наверное, то, что клиентов стало поменьше. Обстановка в стране к этому располагает, получается. Но мы надеемся на то, что благосостояние народу будет расти. И мы будем дальше развиваться все большими и хорошими темпами. Какие-то те планы намечены. Будем идти все вперед. Поэтому обязательно будем расширять сторону, можно сказать, Татарстана. Также будем расширять и сторону Нижнего Новгорода. От частного к общему развитию внутреннего туризма в Чувашии уделяют особое внимание. В последние годы столица республики существенно продвинулась в этом направлении. Открылись новые гостиницы и хостелы. По городу запустили туристические маршруты. Развиваются разные направления туризма. Событийный, водный, лечебный, этнический, образовательный. Недавно чебоксарская делегация вернулась с турвыставки Индурмаркет. Там были подписаны ряд соглашений, которые позволят нашему городу найти компаньонов, найти партнеров в части развития туристического потенциала, туристической инфраструктуры в городе Чебоксары. Наш турбизнес, он также мобильный и клиентоориентированный. И, конечно же, такие вот мероприятия они с удовольствием посещают. Но мы здесь уже помогаем создать в городе вот такую же площадку для общения, для взаимодействия, для сотрудничества. Я думаю, это начало, которое уже будет дальше продолжать и развиваться. Поэтому у нас все впереди. Первая встреча с коллегами из Казани. У третьей столицы России есть чему поучиться и на что посмотреть. Там хорошо развиты спортивный, бизнес-туризм, индустрии развлечений. Еще один плюс. В Казани часто проводят мероприятия мирового уровня. Постоянное такое нахождение на высоком информационном уровне позволяет нам активно развивать вот это внутреннее въездное направление. Очень важно присутствовать на международных выставках и на, конечно, межрегиональных выставках, которые проводятся на всей территории Российской Федерации. Ну и, конечно, очень важно тот момент, что помимо тех культурных, исторических объектов, которыми богато город Казань, очень важно постоянно проводить яркие событийные мероприятия. Эта встреча одинаково полезна обоим городам. Чебоксарские организации смогут перенять ряд эффективных практик. Казанские же смогут привлечь дополнительный поток туристов. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Многие из нас играют в куколы в детстве, но некоторые не могут остановиться и до пенсии. Есть такая профессия – артист-кукловод. Во Всемирный день кукольника наша съемочная группа познакомилась с ними и их подопечными. Вообще-то меня зовут Жавота. Я из сказки Золушка. Ну неужели непонятно? Своими вопросами Жавоту мы быстро утомили, так что беседовать продолжили с ее кукловодом Юлией Мельник. Через ее руки в прямом смысле слова прошли сотни кукол. Актриса с 30-летним стажем подтверждает правила. Интереснее играть негативных персонажей. Где-то по молодости интересно играть. Принцесс всяких, таких девочек, припевочек. А уже с возрастом в этой рамке становится тесно. И хочется все время играть вот таких стервозных, капризных, нехороших. Вот самые интересные роли такие. Да и куклы они сами интересные. Говорят, актерский хлеб непростой. У актеров-кукольников все еще сложнее. Им нужно оживить куклу, при этом самим оставаясь в ее тени. Это особенно сложно, когда оформление спектакля такое аскетичное и сдержанное, как в сказке о Сарпике. Она может вот рот открывается у нее, да, когда разговаривает она. Может глазками вот закрывает, открывает, работать глазками. Что самое главное, конечно же, ты, внимание постоянно на кукле. Если ты будешь сама вот, да, смотреть на зрителей, не получится вот этого результата, чтобы кукла заиграла. А именно внимание на куклу. Нужно смотреть, куда голова двигается. Вот как-то можно даже вот выйти, посмотреть на нее, что она, вот как она разговаривает, да, как ротик открывает. А иначе кукла не будет жить. Она будет мертвая, как мы обычно говорим. Прежде чем оживить куклу, ее нужно создать. То, что зритель называет волшебством для главного художника театра, Евгении Терентьевой, сплошное конструирование. То, что рисует фантазия, нужно воплотить в жизнь, сделать так, чтобы с куклой было удобно работать актерам и подобрать подходящие материалы. Главное, внутри очень разные конструкции. Для того, чтобы кукла могла просто открывать рот или открывать рот, щуриться, да, глаза, например, у нее там внутрь даже могут уходить, да. Ну, какие-то технические возможности, уши шевелились, допустим, да. Это вот мимическая кукла называется. Они в основном тканевые. Это поролон используется, трикотаж, там, не знаю, чулок же. То есть, все всякое-всякое, вот, в зависимости от задачи, которую ставит нам режиссер. Дальше за дело берутся художники-конструкторы, скульпторы-швеи. Все процессы и нюансы в одном репортаже уместить, конечно, не получится. Да и не нужно. Пусть для зрителей кукольный спектакль остается маленьким чудом. Национальное телевидение и радио «Чуваш» уже на протяжении двух недель вещают на всю европейскую часть России. Теперь насмотрят и жители Мурманской области. Уроженцы республики признаются, что для них это долгожданное событие. В Мурманске очень много выходцев в Чувашии. Конечно, хочется, наверное, иногда услышать родную речь. Поэтому вот девочка наша собирается скромно, чисто для себя. Чувашские песни исполняют. Они душевные. Да, мы, конечно, на Чувашском здесь мало разговариваем, мало общаемся. Но вот именно собираясь в этом нашем клубе будем говорить, да, мы разговариваем на чувашском языке, на родном языке. Мы должны быть в курсе событий, что происходит у нас в республике. Как бы далеко мы ни находились, но мы все равно всегда чувствуем, знаем, что мы выходцы Чувашии, и нам не безразлично, что творится на территории Чувашии. Напоминаем, что национальное телевидение и радио Чувашии вещают на спутниковой платформе «Триколор». Наши передачи можно увидеть на 823-й кнопке и 36-й позиции в списке радиопрограмм. Чувашская спортсменка Анжелика Ситрова, которая специализируется в прыжках с шестом, и Дарья Клишина будут выступать в августе на мировом чемпионате в качестве нейтральных атлетов. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Анжелика Сидорова выполнила квалификационный норматив и отобралась на чемпионат мира по легкой атлетике. Остальные россияне, в том числе еще одна чувашская легкоатлетка Вера Ребри, которые смогли в зимнем сезоне выполнить квалификационные нормативы, ждут допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Впереди вас ждет еще полезная информация о нашей новости и программе на сайте НТРК21.ру. Я с вами прощаюсь. До свидания. Сегодня я тебе расскажу, как правильно чистить зубы. Специалисты рассказывают, на чистку зубов нужно тратить минимум 3 минуты. Необходимо уделять внимание как внешней, так и внутренней поверхности каждого зуба. В завершении процедуры не лишним будет пройтись нитью. Правила простые, но эффективные. Ребенок, мотивированный к здоровому образу жизни, у него всегда успеваемость намного лучше. То есть этот ребенок более успешный в учебе является. И вот такие уроки у нас в школе проводятся довольно часто. К нам приходили врачи в класс и рассказывали, как правильно чистить зубы вверх, вниз и в боках. Такие занятия сегодня прошли в 19 школах Чувашии. Врачи не оставили без внимания и самых маленьких жителей республики. Внимание воспитанников детских садов удержать сложнее, поэтому подход к ним особый. Мы готовим занятия, соответственно, возрастом. Если это происходит в детском саду, как правило, это происходит в игровой форме, в форме сказок. По сути, мы готовим целое увлекательное путешествие в страну здоровых улыбок. Привычка чистить зубы два раза в день у дошкольников формируется 4 года. И у наших деток имеется уникальная возможность научиться правильному уходу за своими зубами и уже к школьному возрасту они имеют багаж знаний и умений. Путешествие в страну улыбок сегодня совершили воспитанники 12 детских садов. Они узнали не только, как нужно чистить зубы, но и как правильно питаться. Чтобы не болели зубы, надо кушать крепкие болезненные продукты. Яблоки, морковь, баня, грушу. А вот со старшеклассниками работу построили иначе. Специалисты не стали приходить к ним с лекцией, а пригласили их в гости в поликлинику. Сегодня наши двери также открыты для профессиональной ориентации будущих врачей-стоматологов. Вот сегодня наши филиалы приходят в выпускники школы города Чебоксара, чтобы ознакомиться, как на самом деле идет процесс лечения, как вообще работает государственная клиника, стоматологическая клиника. Ну и параллельно узнать многое про свое стоматологическое здоровье. 90% жителей планеты страдают от того или иного стоматологического недуга. Рассказывают специалисты, исправить ситуацию можно. Главное – научиться правильно ухаживать за зубами. Виктор Вавилкин, Михаил Солин, Весич и Боксары. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом Юрат. Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию Юрат как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания Юрат – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом Юрат. Субтитры создавал DimaTorzok